Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в центре скейтбордического катания, в мавзолее, во дворце, в просто спортивно-продавательном комплексе Squat. И сегодня наш рассказ будет о замечательных кедах Этнис. Подборка опять будет включать в основном ретро-модели, то есть у меня уже немножечко ручки трясутся, и ладошечки потные, потому что мне все это очень нравится. Если вы хотите смотреть на этот разврат, то не переключайте ваши YouTube-каналы. Итак, еще раз возвращаемся в 90-е. Ну, не совсем в 90-е, а в скейт-культуру 90-х. Скейт-это были видеокассеты с фильмами, скейт-это было... Я думаю, что, наверное, наперечет все скейтеры знали, какие существуют марки и бренды скейт-одежды, скейт-обуви, скейтерского железа. Культура не сказать, что была в зачатке, да, она была достаточно популярна. Было уже огромное количество скейт-шопов, были в Европе... Ну, интернет-магазинов тогда не было, но были целые каталоги, которые знакомили вас с товарами на скейт-тематику. Например, Титус, известный немецкий такой каталог, который сейчас существует. И значимую роль, значимое место во всех этих каталогах, во всех этих скейт-шопах, во всех этих перечних разговорах, а также в скейт-видео, занимала такая компания, как Этнис, которая в 90-х выпустила целый ряд моделей, которые... Помните, в прошлом обзоре я рассказывал про компанию Эс и про кеды, которые считаются самыми классическими кедами? Нужно сказать, что любой бренд, наверное, так про какую-то из своих моделей будет говорить. Но, в случае с Этнис, таких моделей у них действительно не одна и не две. И это очень классно, это действительно меня очень обрадовало, что часть этих моделей была переиздана, и часть из них попала в магазин Скотт, и вы тоже можете к ним прикоснуться. Мы сейчас обсуждали с нашим видеооператором, я рассказывал, показывал на эти модели, говорил, какой восторг они у меня вызывают. Он сказал, что ему они не очень нравятся. Ну, все понятно, разные эпохи, но даже если вы приверженцы другого стиля, даже если вам кажется, что скейт-кеты должны выглядеть немножко по-другому, все равно посмотрите, к чему стремятся ваши уже более, скажем так, пескосыпленные на землю коллеги постарше, типа меня. Не буду тут разыгрывать из себя батю, но я действительно видел некоторое дерьмо, и действительно видел некоторые прекрасные вещи. Одна из этих прекрасных вещей это возвращение Этнис. Начнем с такой замечательной модели, как Low Cut. Ну, я думаю, что все, кто разбирается в кроссовках не только скейтерских, понимают, откуда здесь ветер дует, откуда уши растут. Да, это кроссовки, которые намеренно делались похожими на кроссовки Cortez компании Nike. Частично из-за того, что в то время Cortez это были кроссовки, которые плотно ассоциировались с какими-то гангстерскими движениями, с какими-то бандами Лос-Анджелеса, где, надев кроссовки неправильного цвета, ты, оказавшись не в том районе, ты очень сильно рисковал. Но Этнис решили немножко тоже поиграться в такую молодежно-гангстерскую тематику. И по мотивам кроссовок Cortez, очень красивых, но не самых удобных, скажем честно, кроссовок, сделали вот такую вот свою скейт-версию этих кроссовок. Кстати, не супер толстым язычком, что меня очень удивило. Но эстетично они очень и очень красивые. Я вообще хочу сказать, что старый вот этот вот логотип Этнис, который появлялся в 90-е годы, мне он очень нравится. И то, что сейчас на ребятах частенько в скейт-парках или просто на улице вижу этот логотип снова, ну, не знаю, как-то такие вот добрые чувства во мне возникают. Девушки, если вы нас смотрите, или господа скейтеры, если у вас есть девушки, то есть и несколько женских версий вот этих кроссовок. Поэтому замечательный подарок на 14 февраля, например, который уже близко. Кроме модели Low Cut, которая стала супер популярной, другая модель, которая стала тоже супер популярной, тоже очень простая, тоже такая, как бы сейчас сказали, базовая модель под названием Kingpin. Очень много людей из компании Этнис, а Этнис, если я не ошибаюсь, во времена начала всего, там и Сол Барбье катался, и ряд других ребят катались в том числе и в этой модели. Простой, лаконичный, но в то же время для 90-х годов это считалось, как наравне с тем же самым Ассалем, одна из коровых, одна из главных моделей для скейтбордического катания. Супер толстый язычок, практически никаких лишних деталей. Вот такая вот очень хорошая базовая модель. Еще одна модель, которая, когда я увидел, как она называется, я в нее уже влюбился. Изначально модель называлась The Wrap или MC Wrap. Выпущена она впервые была в 90-х годах, во второй половине 90-х годов. И прикольно, что ее несколько раз пытались перезапустить в середине 2000-х годов. Тоже была попытка возродить эти кеды, даже было несколько вариантов с ними сделано. Не очень тогда это зашло ребятам, но тогда вспоминали, что действительно, когда вышла эта модель, когда тот же самый Шоу Барбиев не катался, человек, который считался на тот момент одним из самых стильных скейтеров, на эту модель обращали внимание. Она немного отличалась от других моделей Этнис, хотя бы тем, что была не такой простой, не такой базовой. Плюс там было усиление вот на этой передней части, как раз, чтобы было удобно более агрессивно кататься. Это дополнительный вот здесь вот момент, ушел большой логотип сбоку, получились вот такие кеды, немножко напоминающие баскетбольные кеды 90-х, которые как раз у рэперов пользовались большой популярностью. Отсюда и название, вот это MC Rap или The Rap. В переиздании, которое вышло в этом году, они, кстати, есть еще и высокой версии, можете посмотреть их на сайте. Есть несколько других расцветок. Появилась еще и цифра 93. Здесь я вижу две отсылки. Первая к цифре 23, которая была на многих кроссовках соло. И отсылка к тому, что сам бренд Этнис появился в 93-м году. Замечательные кеды, мне очень нравится, потому что это, ну, не совсем база. И в то же время вот четко такой вот монумент той самой эпохи, реверанс в ее сторону. Ну и коллабы, коллабы, коллабы. Вы все знаете, что для меня коллаб является такой, ну, не сказать, что типа, о, коллабы это круто. В последнее время их реально стало слишком много, может быть. А с другой стороны, когда собираются два бренда и делают что-то новое, зачастую получается что-то интересное. Здесь, мне кажется, вот этот коллаб, он больше стал похож на пофиделку таких вот старых друзей. Потому что это коллаб с фирмой Independent. Когда-нибудь я сделаю большое видео с историей этого бренда, который напрямую не имеет отношения ни к обуви, ни к одежде скейтерской. А бренд, который делал, наверное, одни из самых полезных вещей изначально для скейтеров. То, что, ну, все-таки в чем ты катаешься, будем честны, это дело второе. Но железо, на чем ты катаешься, это очень важно. И Independent изготавливали, я думаю, и сейчас продолжают изготавливать, наверное, лучшие, самые известные подвески для скейтбординга. Так получилось, что волей судеб у них получился супер классный логотип. Вот этот вот крест замечательный, железный, который, ну, прям просится на то, чтобы с ним сделать какой-то мерч. Отсюда пошла и одежда Independent, которая очень популярна. И отсюда тоже очень многие как раз обувные фирмы делали с Independent коллаборации. Ну, не знаю, вот, кстати, расскажите в комментариях. Чисто для меня Independent, наверное, лучший скейт-логотип. Вот самый лучший, самый яркий, самый интересный. И поэтому он все время привлекал мне внешнее внимание. А они запретили этот крест. Да ты что? Прикольно. Иронично, кстати, вот прям во время записи этого видео мне сказали то, что я не знал. Что последние пару лет Independent активно от этого креста отказывается. Потому что, по мнению окружающих, этот логотип может быть оскорбительным. Логотип, который был очень популярным в 70-е, 80-е, в сфере в тематике. Ну, потому что, понятное дело, что железный крест, откуда уши растут, как я говорил. Ну, не знаю, в то же время это логотип для меня несущий какой-то отрицательной коннотации. Но время сейчас такое, что, как говорится, лучше перебдеть. Хотя, с другой стороны, это прям, мне кажется, наступать на горло собственному заявлению. То, что ты Independent, то, что ты независимый. Ладно, как говорится, не будем судить ребят. А просто посмотрим на интересную коллаборацию. Кстати, без крестов. Знаете, да, у хардкорщиков-стратейджеров есть такое выражение, да, что... Вал, кресты. Вот Independent, так же, можно сказать, поступил. Ладно, в любом случае, получились достаточно прикольные кеды. Одна модель более современная, модель Morano. Для как раз тех, кто не любит такие очень массивные кеды из 90-х. Ближе к такой вот спокойной тематике 2000-х годов. С надписью Independent сзади. С надписью Independent на стельке. Стелька-чек. Мой любимый. Посмотрим, как у нас там. Ну, нормально вроде бы. Прыгать можно. Вот. И вторая модель. Модель Fader. Я думаю, для большинства из тех, кто пришел к скейтбордингу из популярной культуры, вот эти вот кеды с вот этой вот буквой Е сбоку, наверное, являются символом эпохи. Ну, скорее всего, в белом цвете с черной, буквочкой Е или наоборот. Но в любом случае, эта модель, я думаю, что в свое время она очень сильно набила оскомину. И очень сильно была везде. И вот на основе этой модели тоже сделали коллаборацию с Independent без креста. Но с вот такой вот надписью Independent здесь и с надписью Independent здесь и здесь. В общем, тоже такая классика. Как я уже сказал, ничего супер прорывного, ничего супер нового. Просто посиделки старых друзей. Вот такая вот история. Напишите ваши комментарии, что вы думаете о смене логотипа Independent. Я все-таки сделаю видео про эту бренду. Мне это очень интересно. Прямо сейчас тема показалась. Про кроссовки Etnis, когда вы с ними впервые познакомились. Ну и что вообще думаете о возвращении вот этих вот толстых, жирных кед, как и моем возвращении на ваши экраны. С вами был Дмитрий Егоров. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. Катайтесь на скейтбординге, занимайтесь скейтбордическим катанием. Берегите себя, будьте хорошими людьми. До новых встреч. Пока.